Для вязания носков беру вот такую пряжу. В 100 граммах 420 метров. Вязать буду две нити. Спицы четверка. Размер носков 37-38. Набираю эластичным методом набора петель 48 петель. Плюс одну петлю для замыкания. Это будет по 12 петель на каждую спицу. На первой спице первую петлю снимаю. Потом вяжу две лицевые. Две петли изнаночные. Таким образом, вяжу этот узор резинка 2х2 по кругу на всех остальных спицах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Провязала петли на всех спицах. Последнюю петлю на четвертой спице не провязываю, а снимаю. Провязываю первую непровязанную петлю на первой спице. Потом протягиваю эту провязанную петлю через последнюю непровязанную на четвертой спице. Таким образом я замкнула кольцо. Начинаю вязать второй ряд. Две лицевые, две изнаночные. Так повторяю в течении всего ряда. Мне надо резинкой 2х2 провязать 8 см. Это 25 рядов. Провязала узором резинки 25 рядов. 8 см. Перед тем, как перейти вязать узором, я провяжу подготовительный ряд лицевыми петлями. До пятки от резинки мне надо провязать еще 2,5 см. Это 9 рядов. Перехожу вязать узором. Количество петель для узора должно быть кратное 8. Первый ряд узора. Одна изнаночная петля. Две петли перекрестить вправо. Вторую петлю провязываю лицевой за переднюю стенку перед первой петлей. Затем провязываю первую петлю за заднюю стенку. Одна лицевая. Одна изнаночная. Одна лицевая. Две петли перекрестить вправо опять. Вторую петлю провязываю лицевой за переднюю стенку перед первой петлей. Потом провязываю первую петлю за заднюю стенку. Повторяю раппорт. Одна изнаночная петля и так далее. Второй ряд. Одна изнаночная. Две лицевые петли. Одна изнаночная. Одна лицевая. Одна изнаночная. Две лицевые петли. Те петли, которые перекрещивала в предыдущем ряду, вяжу лицевыми петлями. Так повторяю до конца ряда. Третий ряд. Одна изнаночная петля. Две петли перекрестить влево. Вторую петлю провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. За первой петлей. Не снимаю ее. Затем провязываю первую петлю лицевой за переднюю стенку. Одна лицевая петля. Одна изнаночная. И опять одна лицевая петля. Две петли перекрестить влево. Вторую петлю провязываю за первой петлей. Она остается на спице. Затем провязываю первую петлю. И только потом снимаю две петли вместе. Повторяю так весь ряд. Четвертый ряд. Вяжу как второй. После этого ряда буду начинать вязать с первого ряда. Раппорт 8 петель и 4 ряда. До пятки мне надо провязать два раппорта. Один провязала. Один еще буду вязать. Провязала два раппорта узора. От начала вязания 34 ряда. Узор 2,5 сантиметра. Теперь буду переходить к вязанию пятки. Пятку буду вязать на половине общего количества петель. У меня 48 петель. Буду вязать ее на 24 петлях. Прямую часть пятки вяжу на первой и второй спице. Лицевой гладью и поворотными рядами. Закончила вязать на первой спице и перехожу вязать петли на второй спице. Последняя краевая изнаночная. Вязание повернула. Второй ряд. Первую краевую сняла и весь ряд изнаночной петли. Таким образом, надо провязать 18 рядов. 5,5 сантиметров. Таблица по размерам в следующем кадре. Теперь буду выполнять поворот пятки. Количество петель надо разделить на 3. Делю на 3 не 24 петли, а 25. Одна часть это 5 петель. На бока пойдет по 2 части. Это по 10 петель на каждой. На центр одна часть. Это 4 петли. В итоге 24 петли. Первый ряд. Первую петлю снимаю. Далее вяжу все петли лицевыми до первого маркера. Поворотную часть пятки также вяжу лицевой гладью. Маркер перебрасываю на правую сторону. На центральной части у меня 4 петли. Провязываю 3 петли. Не довязываю одну петлю. Снимаю второй маркер. Снимаю второй маркер. Далее все петли изнаночные. Не довязываю одну петлю. Снимаю петлю. Снимаю маркер. Последнюю петлю центральной части провязываю вместе. С первой петлей боковой части. Изнаночной петлей. С боковой части провязываю еще одну изнаночную петлю. Вязание повернуло. Третий ряд. Первую петлю снимаю. Далее вяжу лицевыми петлями, не довязывая одну петлю. В каждом ряду с боковой части провязываю вместе 2 петли. После убавления провязываю еще одну лицевую. Четвертый ряд вяжу точно так же, как второй. В конце ряда убавляю одну петлю. Потом провязываю еще одну изнаночную. Так вяжу до тех пор, пока на боковых частях не останется петель. В центре петли прибавляю за счет боковых петель. С боковых частей убрала все петли. На центральной части 14 петель. Теперь буду вязать клин подъема. 14 петель надо разделить на две спицы. Первую петлю не снимаю, а провязываю. Дальше вяжу лицевыми петлями до середины пятки. В середине пятки начало кругового ряда. Отмечаю маркером. С кромочных на первую спицу поднимаю 10 петель с боковой стенки пятки. В промежутке между спицами добавляю одну петлю. Итого подняла 11 петель. На первой спице теперь у меня 18 петель. Теперь буду набирать с другой боковой стороны кромочные петли. Эти петли надо набирать с изнаночной стороны вязания. Набрала 10 петель, как на первой боковой стенке. В промежутке между спицами добавила одну петлю. Теперь у меня и на четвертой спице 18 петель. На передних спицах по 12 петель. Беру в работу пятую спицу. Вяжу круговой ряд. Первая спица, все петли лицевые. Набранные петли провязываю лицевыми петлями обязательно за заднюю стенку. Чтобы не было дырок. На второй спице начинаю вязать раппорт узора с первого ряда. Одна изнаночная. Две петли перекрестить вправо. Вторую петлю провязываю лицевой перед первой петлей. Затем провязываю первую петлю. Одна лицевая. Одна изнаночная. Одна лицевая. Две петли перекрестить вправо. Этот узор повторяю на второй и третьей спице. Довязала до второй боковой стенки. На четвертой спице вяжу 11 набранных петель лицевыми петлями. Потом 7 петель, которые были на этой спице. На боковых частях стопы петель больше, чем в начале. Не 12, а 18. Мне надо довести их до 12 петель путем убавления. Вяжу клин подъема и убавляю петли на первой и четвертой спице. Надо довести их до начального количества, до 12 петель. В этом ряду буду делать убавления на клейне подъема. Начинаю новый ряд. Убавлять буду на первой и четвертой спице. Петли надо убавлять на пятки. Ни в коем случае нельзя убавлять на передней части носка. Провязала 15 петель. Теперь вяжу 2 петли вместе с наклоном вправо. Одна петля лицевая. Перехожу вязать на вторую спицу. На второй и третьей спицы вяжу по узору. Четвертая. Одну петлю провязываю лицевой. Две вместе с наклоном влево. С наклоном влево это надо провязать 2 петли вместе за заднюю стенку. Далее все лицевые петли. На первой и четвертой спицы после убавления у меня 17 петель. Следующий ряд вяжу без убавлений. На первой спице все лицевые. На второй и третьей вяжу третий ряд узора. На четвертой спице вяжу лицевыми до конца ряда, до маркера. Следующий ряд будет с убавлением, как вязала первый. Убавлять буду через ряд до тех пор, пока не будет 12 петель на первой и четвертой спице. Провязала последний ряд убавления петель на клине подъема. В последнем ряду провязан последний четвертый ряд раппорта узора. У меня на каждой спице по 12 петель, как было в начале. Теперь вяжу круговым вязанием до мыска. На первой и четвертой спице подошвы вяжу лицевой гладью. На передних двух, второй и третий, вяжу узором. Начала вязать с первого ряда узором в первом ряду без убавлений. Субтитры создавал DimaTorzok Так вяжу носок до мыска. Довязала почти до мыска. Теперь мне надо провязать еще один подготовительный ряд перед мыском. Вяжу его лицевыми петлями. До мыска довязала. В моем случае это 19,5 см. 37 рядов. Пользуйтесь таблицей, которая была в отдельном кадре. Приступаю к вязанию мыска носков. Первая спица. Первую петлю провязываю лицевой. Вторую петлю снимаю. Потом провязываю третью петлю. И перетягиваю третью петлю через ранее снятую вторую петлю. Такое убавление петель называется методом протяжки. Остальные петли на спице вяжу лицевыми. Вторая спица. Первую петлю провязываю. Вторую снимаю. Третью провязываю и протягиваю третью петлю через снятую вторую. Потом до конца все лицевые петли. Такое убавление в начале спицы делаю и на третьей и на четвертой. Убавление буду делать через ряд. Так вяжу до тех пор, пока на каждой спице не останется по восемь петель. Второй ряд мыска. Вяжу на всех спицах лицевыми петлями без убавления. Одну петлю я уже убавила, поэтому на спицах 11 петель. На каждой спице у меня по восемь петель. Теперь буду делать убавление в каждом ряду. Первую петлю провязываю. Потом две петли вместе методом протяжки. Все остальные петли лицевые. Убавление делаю уже не через ряд, а в каждом ряду. Когда на спицах будет по 4 петли, перехожу вязать на 3 спицах. Продолжаю убавлять петли, пока не останется на всех спицах 8 петель. По 4 петли на каждой спице. Продолжение следует... Погiplя их別 на... Вørги форуминг, потом. Сделала все убавления на мастер. Обрезаю нить. Снимаю петли на обрезанную нить. Снятые петли туго затягиваю. Крючком закрепляю. Вытягиваю нить наизнанку. Закрепляю ее внутри носка. Осталось сделать влажно-тепловую обработку. Носочная двойная нить обеспечит практичность и носить их будут долго. До свидания. Жду вас на следующих мастер-классах. Продолжение следует. Продолжение следует.